Сегодня у нас на сборке, на обзоре forward sporting какой-то там стальная рама, но мужчина очень крупный, очень большой, очень тяжелый, ему будет вообще идеально 29 колеса, стальная прочная рама. Сзади переключатель опять L2, спереди посмотрите какая маленькая звездочка с защитой, просто крохотулечка. Есть вот такой вот успокоитель цепи, чтобы цепь не сваливалась. Здесь сзади кассета, то есть велосипед стоит 17500 в опте, такой вот прикольный, кстати краска очень хорошо переливается на солнце, то есть это такая она перламутровая что ли. При этом сзади кассета на 8, дисковая механика, вилка конечно никудышная, стальная вилочка немножечко люфтит, но за свою цену очень надежный будет велосипед, очень прикольный именно для крупного мужчины. высокого, причем который хочет просто спокойно начать кататься и заниматься активным спортом. Большущая резина здоровая, дизайн прям вот крылья маловатый, но при этом они как-то достаточно вписываются в эту концепцию. Сидушка мягкая, такая, не знаю, прям гель какой-то. В общем нормальный велосипед, за исключением вилки, но в этот бюджет хорошую вилку не уложить никак. Из проблем, что у нас было, передняя втулка была очень сильно перетянута, задняя втулка была не протянута, ну настройка тормозов переключателя, задний ротор был сильно кривой. Рулевую протянули, ну в общем стандартная сборка, перекинули рубашки, тросики. Все как обычно, грипсы идут с лаконами, с зажимочками, чтобы не прокручивались, тоже мягенькие, удобные. В общем нормальный, интересный велосипед, за исключением очень бюджетной вилки. Субтитры сделал DimaTorzok